В Ленинске-Кузнецком живут доверчивые люди. Этот факт правоохранители констатируют с коричью. Несмотря на призывы быть внимательнее, количество ленинск-кузнечан, попавших на удочку телефонных и интернет-мошенников, продолжает расти. Продолжаются, к сожалению, мошеннические действия в отношении наших граждан. Такой самый распространенный, наверное, основной, несколько их, это когда звонят якобы служб безопасности банка и говорят, что у вас пытаются денежные средства снять. И начинают разговаривать с нашими гражданами, говорят, что наберите определенную комбинацию на телефоне, вам придет смс-оповещение, назовите нам код. Ни при каких обстоятельствах не называйте никакие коды, никакие пин-коды, которые вам приходят на телефоны. Служба безопасности банка никогда с вас не потребует назвать никакой код. Практически ежедневно полицейским поступают обращения от обманутых граждан. Почти половина случаев обмана – это звонки и сообщения о блокировке в банковских картах. Нередко злоумышленники называют собеседника по имени-отчеству. Это сразу вызывает доверие. Так же, как и номера телефонов с московским кодом 495 или универсальным 8800. Но это всего лишь хитрые уловки, предупреждают правоохранители. Еще один распространенный вид бесконтактного мошенничества связан с покупками и продажами в интернете. Назовите нам номер карты, мы на ваш номер переведем деньги и приедем, потом заберем вещи. То же самое, никогда не называйте свои номера карт, особенно незнакомым людям. Это тоже орудуют мошенники. Если раньше это в основном были дедушки и бабушки пожилого возраста граждане, то теперь не все пожилого возраста наши граждане имеют мобильные банки и не все могут и умеют ими пользоваться. То есть возраст уже такой, что те, кто уже работают, граждане наши, у кого есть карты. В случае обмана найти мошенника, а тем более вернуть деньги будет непросто. Только за 9 месяцев этого года зарегистрировано 429 заявлений подобного рода. Анна Шуркова, Селебухов, Ленинск ТВ.